я просто вспоминаю джордана бруно как бы у него же его политическая концепция если курсе там великий манипулятор то есть его знают как с одной стороны на самом деле там такую тысячу шестисотом сожгли приблизительно когда то есть у него что было концепция следующем что народ это энергия вот эрос либидо сексуальная энергия то что творит это единственное ценное что есть в нашем честь желатогерическим энтузиазмом да значит этот эта энергия управляется фантазмами фантазмы бывают самые разные абсурдные так далее задача лидера он должен быть манипулятором он должен благодаря этим фантазмам управлять движением этой энергии направлять ее в нужный русло единственное что важно чтобы не манипулятора было это чтобы у него не было собственных фантазмов иначе он попадет под власть этих же иллюзий что происходит с политиками по сути он в 1600 году я писал сегодняшнюю систему то есть через средства массовой информации тогда и тому подобное я сейчас говорю о чем что я согласен это должен быть манипулятор потому что ведь сейчас же дискуссия чем было что олег там манипуляцию разгадают но ты мне сейчас говорит следующее это элита делает а народ или нет и не верится манипуляция ты не веришь в разговор существу в осмысленный разговор он имела поверю на поскольку я с любыми людьми пытаюсь выйти на осмысленный разговор я не просто верю я его всегда в очередь наблюдать на и я считаю других не я считаю это глубочайшей ошибкой со всеми разговаривать на осмысленном разговоре тот только так есть группа которая может говорить а есть группа которая не причастна к этому нет вот смотри а это вопрос установки любого писать я когда начинал вот как бы писать и публиковать лет десять не как бы высказывали претензии что-то все сложно пока я ну как бы не разозлился так по хорошему подобранно и сказал и чего вот как бы вы мне это предъявлять так испанин чего думаете что я буду упрощать и когда как бы начала формироваться но аудитория которая уже знаешь я пишу сложно всегда есть выбор читать или не читай я согласен ты можешь принять правило что это сложные прочитать либо не читать но ты не можешь читать и предъявлять им претензии что сложность уж я давно их не брали я зачем говорю что вот только осмысленный разговор потому что если это ну как бы дистанции 1 2 3 куда это не работает но дистанции 10-20 лет это очень смотри ему просто нет смысла тратить время на то чтобы коммуницировать с тем что не способна понять то что он это я согласен потому что потому что для для того чтобы то что он говорит проникала ниже существуют другие люди и другие формы коммуникации которые расшивают манипуляция правильно не обязательно манипуляция интерпретация почему laundromka лодца называется следующая любое действие которое не я не согласовываю с тобой это расширительные толковальные манипуляция чистая виде манипуляции этот действие который не согласовывая гуляться имеет более сужена и понимать это низкая согласен сужена иんと они понимание манипуляции что ты имеешь что ты имеешь скрытые маке ва которые не благи и частные, партикулярные, ну, твои индивидуальные или твоей группы. И вот ты их продвигаешь. Вот это манипуляция. А я манипуляция использую в расширенном варианте. В твоем варианте любая манипуляция, это вот марионетка внизу, и вот это вот мы пальчиками манипулируем что-то, чтобы их продвигать. В таком понимании мы манипулируем друг другом. В таком понимании мы вообще лишаем субъекта, субъектности вот этого вот человека, объекта манипуляции. Естественно. А он ровно такой же, как и ты. Ты обесцениваешь его сейчас, когда ты приводишь его в степень ниже. Сейчас мы с противоречи, потому что Сергей сказал. Ты же против оценок на уровне черн? Конечно против. А тогда почему ты используешь оценку на уровне манипулирования? Это не оценка. Это оценка. Это акт действия. Ты оцениваешь действия, которые приводят в данном случае Сергей Аркадьевич. Я оцениваю. Как такие, которые только манипулируют. Не-не-не. Предполагают манипуляции. А он просто использует свой терминологический аппарат. Я говорю о следующем, что может быть разговор без манипуляции. Это предполагает, что каждый участник осмысляет, что он делает, и каждый из нас понимает и уважает. Я понимаю твое осмысление. Есть ли разговор по существу? Ну да, это только и есть разговор по существу, иначе это бессмыслится. Есть люди, другие люди, которые не рефлексируют. Они не могут разговаривать по существу. Правильно? Да. Ты с такими и не разговариваешь. Суть не рефлексии ухватывается, но где-то так. Ну приблизительно. Они не способны. На этом же уровне. Не способны рефлексировать. А, они способны по сути говорить. Датюк же это рассказывает. Суть берется не рефлексией, а в думании, мысливанием. Хорошо, пускай будет так. Но они не способны говорить по сути. Этих же людей есть. Они к тебе ночью, в 2 часа ночи приходят в селе, и ты случайно вышел там пописать или просто смотришь как бы на этот, а он из темноты появляется в дощевике там что-то и говорит, тоби рыба потребна. Это еще куда не шло? А если он приходит, во-первых, не трезвый, а во-вторых... Так он всегда не трезвый. Не важно. Всегда не трезвый. И начинает разговор. Вот что звезды сидят? Подожди. И ты понимаешь, начинается развод по существу, но он по существу не готов воспринимать. Так я же хочу сказать, с такими людьми ты можешь, если собираешься коммуницировать, это манипуляция называется. Не потому что я их не уважаю, а потому что там по-другому невозможно. Ты подыгрываешь варианты слов, чтобы повлиять как-то, потому что с той стороны ты не можешь получить акт осознания и как бы... Смотри, вот ты, я тебе просто говорю, как человек, который постоянно общается с такими людьми, слава богу, что у меня есть такая возможность, потому что она позволяет лучше чувствовать людей. Народ, да. Народ, да, как бы. Вот ты идешь, стоишь себе, смотришь на звезды, там, про Канта, думаешь, а он идет у тебя и ты ему кажешь, иди с богом. Это манипуляция. Это не манипуляция. Это, 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 это отшил. А он, 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 я под манипуляцией. Иди, нахрен. Я другой поменец. И он идет, и он идет. Например, приходит и говорит, а что звезды светят? Я говорю, а ты представь, что они светят, то когда ты смотришь, а когда ты не смотришь, они не светят. И вот, если ты даже спросишь другого. Это же манипуляция. Это же никакая не разрушка. Я сказал, представься. Как это, мысленный эксперимент. Да, представь себе. И чувак так задумывается, я вижу, медленно трезвеет. Я, по словам, манипуляция имею в виду другой тип разговора, при котором нет вот этого осмысленного отношения. Это все единственное, как может работать через манипуляцию. Манипуляция не предполагает, в моем широком понимании, неуважение другому человеку. Я исхожу просто из того, что там по-другому невозможно. Кистализация идеи должна наступить в результате долгого осмысления. Я не понимаю, что такое уважение, Женя. Вот когда волк есть зайца, он его очень уважает. Но как пищу. Нам потребно задолжение. Да, мы... Я тебе просто, смотри, я тебе просто говорю, вот заканчивая этот разговор, я тебе скажу следующее. Когда у тебя спиздили елку, которую ты рассел там 6 лет, вот, вот, а потом... Не до каких разговоров срезали. В смысле, спилили. Не спилили, вырезали. С корнем. С корнем. С корнем подняли. Это еще хуже. Подожди, подожди. И этот след ведет как бы прямо к его двору. Ты к нему приходишь и говоришь, ты зачем елку украл? Цены я. Цены я. Я не крал истинный хрест. Вот, и ты думаешь, вот за сука какая, как бы, а меня не было как бы этого, да? Вот. И ты вот стоишь, уже приезжаешь там всего, думаешь, убью падла, как бы, сейчас за елку, которая, как бы, жену заставила нервничать, вот. И он тебе идет, и ты думаешь, сейчас, сейчас, короче, дам ему трендюлей. Вот. А он тебе подходит, ты скажи, на, аэлите. А там, а там ежик лежит, ежик, который он где-то достал, лежит с такими лапками, как бы, там, да? Да, ежик без кошелки, да. И ты, ну, что ты ему скажешь? То есть, как бы, понимаешь, ну, тут, 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 тут не нужно ничего манипулировать, не манипулировать, это просто жизнь. Это просто жизнь, которая вот, большая река жизни, как бы, она вот течет, и она тебя когда-то вовлекает, куда-то тебе выносит. Но, заметь, это, как бы, ситуация, в которой человек хоть так, но сумел договориться. А бывают ситуации, когда, когда, когда тебе делают гадость, ты приходишь через посредника, говоришь, я хочу договориться. Тебе говорят, сука, буду делать гадость, а не будешь согласоваться с моей гадостью, будешь в суде отвечать. Разница в варианте Юры, тот, кто украл елку, почувствовал, что Юра приближается сейчас определенно.